Если честно, мне похуй кто там. Ночью я врываюсь с двух ног. Кверти. 2021 год. Рутик получил свои дополнительные пассивные навыки. Конечно же, благодаря вам, ребята, этот ролик получается. И этот канал развивается. И наше Ру-сообщество, которое уже будет в сентябре 2023 года, будет благодаря вам. Потому что вам это интересно. Конечно же, если вы не сможете прыгнуть к нам сразу в сентябре, вы всегда сможете отслеживать нас на этом канале. И подписаться на него, это ваша святая прямая обязанность. Ну и, конечно, отдельный респект спонсорам канала. Вы их сейчас видите на экранах. Это Nightmare, Михаил, Валикоха, Бузалкир, Алексей Котов, Мэр. Ну и, конечно же, Грут, Буржуй, Альфа, SecondTripod287. Ну и Ванечка Само. Ну а ваша поддержка нужна сейчас как никогда. На сервисе Boosty, ссылка в описании под роликом, всего 99 рублей в месяц. Вы можете сделать короткое пожертвование для того, чтобы расширить возможности стрима и стриминской. И создание, естественно, контента. Здесь есть несколько задач, несколько целей, которые крайне необходимо собрать в короткое время. Если можете поддержать, буду признателен. Ну и, конечно же, запишу на доску. Как я всегда и говорил, друзья мои, вам не сложно, а мне приятно. Это ваша благодарность за мои труды. Люблю я, конечно, зал Перси. Люблю я его крутить. Эти божественные скинчики. Особенно вот этот с кораблем. Плюс 5 огневая мощь и плюс 5 огневая мощь вертолетов-танков. Также вот эти охеренные скинчики и японки. Ну а про это я делал отдельный ролик. Советский самолет. Все остальное, в принципе, ни о чем. У нас с вами 140 прокруток. Погнали первые 10 скинчики и эмоция. Эмоция выпадает с первых 10 прокруток. Вторые 10. Тоже шлак. У нас, кстати, в альянсе человек с 10 первых прокруток сделал и скин базы, и скин вертолета. Если у тебя так же, ставь лайк и обязательно пиши это в комментариях, что ты можешь прокрутить с первых 20 прокруток. 50 прокрутка, у нас по-прежнему ничего нет. И вот он наш скин. Вот он наш скин на вертолет. Скин зебра. Достаточно классно выглядит. Жалко, у меня вертолет немецкий на грудь сейчас. Но уже что-то положено. Следующее надо выбить, естественно, нам скин на здание. Вот он скин на здание. Вот он скин на здание. Это супер классная будка. Плюс 5 танкам и вертолетам. И, в принципе, миссия выполнена. 60 прокруток у нас получается сделано абсолютно все. Прокрутим дальше, посмотрим золотые монетки. Плюс 5 золотых монеток. Я хочу 250 монеток для того, чтобы выбить еще в будущем какой-нибудь интересный скин. Еще плюс 5 монеток. Шикарно. 10 монеток у нас уже есть. Ничего. Нам бы надо выбить еще один скин, чтобы получить 25 монеток. Но, не знаю, как получится или не получится. Целая куча серебра. Я, кстати, заметил, что разработчики... Еще 5 монеток. Отлично. Я, кстати, заметил, что после того, как игроки начали жаловаться, что скины очень редко выпадают, разработчики что-то подкрутили. И в последние двух событиях они стали выпадать чаще. Давайте соберем свои халявные прокруточки. Мы сделали 140 прокруток. И вот это будет 150. В надежде еще 5 монеток. В принципе, достаточно неплохо. Получаем мы 30 золотых монеток и 5 из которых были пассивными. В общем и целом, я вам так скажу, я доволен. Я доволен. Я доволен. Но этот ролик бы не получился без ваших идей. В разделе Дискорда Сократа сделай видео. Вы накидываете ваши идеи и по вашим идеям я пилю ролики. Более того, в нашем Дискорд-канале РУ-сообщества и всего РУ-сообщества игры Warpatch вы всегда можете найти посольство абсолютно разных серверов, совершить миграцию на тот или иной сервер, который подходит вашим критериям. Ну или дождаться, когда же у нас появится РУ-сервер в сентябре 2023 года. Найти команду, пообщаться, скинуть интересные мемасики во флуде межсерверном. Все это можно в Дискорде. Ссылки в описании под роликом. Забегай и накидывай идеи для будущих видео. Перед тем, как перейти к новостям недели, что там разработчики нам ответили в очередной раз, хотелось бы сказать, что первый этап подготовки к РУ-серверу завершен. Что это означает? Если у вас уже есть 70 билетов миграции, напишите мне в Дискорде, ссылка в описании под роликом. В Дискорде у меня легко найти, я там Сократ. Удивительно. И, соответственно, пишите мне, скидывайте ваши профили, что у вас там есть, и дальше вы уже получите все необходимые дальнейшие указания на то, что нужно будет сделать. Первый этап, собственно, РУ-сервера означает тем, что мы уже определились с выбором сервера. Уже закончены все подготовительные работы на этом сервере. И, соответственно, дальнейшие указания будут уже после Москвы. Скорее всего, официальный перелет и создание РУ-сервера будет уже после Москвы, которая только-только будет не те, кто сейчас в Москве, а только-только будет вот у первого захода, у первой очереди. Поэтому пока на данный момент это все, конечно, информация общая, обтекаемая, но это был подготовительный, назовем его так, альфа-тест. Давайте посмотрим, что там у нас с вами разработчики внедрили, так сказать, или как они отвечают на вопросы ваши в игре. Не стоит, конечно же, мечтать о том, что разработчики все вот так вот за раз хоп и выскажут все свои планы на эту игру, что нас будет ожидать в будущем. Но вот от 29 июня у нас с вами есть ответы. И давайте попробуем их проанализировать и понять, что там вообще. Добавьте больше или более простые способы получения прототипов. Понятно, что у игроков с новых серверов, да и у старых, есть проблемы с прототипами. Не так легко сделать технику 7.2, чтобы ее потом развалить на 36 прототипов. И ответ. Мы думаем, что в настоящее время у игроков достаточно способов получить универсальные купоны. Их можно использовать для получения прототипов. Никаких, значит, дальнейших улучшений в этом случае нас не ожидает. Какие-то супер классные, глобальные, постоянные, еженедельные, ежедневные новые ивенты нас не ожидают. Потому что разработчики могли бы ответить. Скоро будет ивент, где вы сможете получать больше купонов. Так как на данный момент все у них в принципе зашибись. Имеем, что имеем. Однако с выходом обновления 8.10 нам будет позволено разобрать наши 9.2 юниты. Обнулить их, скажем, и сделать 9.0. А свободные прототипы конвертировать в технику того лагеря, чьи прототипы у нас есть. Чтобы сделать новую технику этого лагеря. И улучшить ее, допустим, до 8.2 или 8.1. Как у кого получится. Баф ПТГ. ПТГ это, соответственно, противотанковая пушка. Противотанковые пушки будут переработаны 8.0. Соответственно, 8.0 у нас выходит уже в июле. Я думаю, что это будет середина июля, 14, 15, 16 число. Это будет обновление 8.0. Как только его зальют на ПТС, я, соответственно, сделаю полноценный обзор всего этого безобразия. Оптимизируйте авиабазу, чтобы она имела больше смысла. Авиабаза это вот где у нас разведчики вылетают. И на данный момент это самое бесполезное строение. Я надеюсь, что вы не тратили драгоценные ресурсы, чтобы прокачать эту фигню на 32 уровень. У большинства она, я думаю, где-то на уровне 28-29. Так, более простые способы получения ресурсов. Или увеличение их количества. Так как для улучшения строительства исследования требуется много ресурсов. Это абсолютно правда. Если у вас нет продвинутых масонов, вы не получаете достаточно много золота. Соответственно, вы не можете постоянно их покупать в вип-магазине. А тратить монеты ресурсов в компании достаточно не очень выгодно. Потому что нам нужны и патроны, и шестеренки для улучшения 2-го, 3-го юнита 9-2. Ну а уж про авиацию я молчу. Там менять монетки на ресурсы это просто кощунство. Значит, ответ. Мы проверили некоторые исследования. Считаем, что производительность ресурсов в настоящее время должна быть относительно достаточной. Ну я вот считаю, что, допустим, бункера в третьем городе, какие они есть, и ресурсы седьмого уровня, это, конечно, бред полный. Сейчас эволюция 9-2, а мы бьем все еще тех же ворон, которые были на уровне, когда был 7-2 максималка. То есть развития ворон и бункеров нет. Я думаю, что разработчикам имело бы смысл добавить там, не знаю, 35-й уровень бункера, да, чтобы его двумя отрядами надо было пыхтеть, разбирать. Чем вот это вот, этот полнейший бред, который сейчас есть в третьих городах. Я уж молчу про четвертый. Значит, остановить эксплойт в безопасной зоне четвертого города. Если какой-либо игрок атакует из безопасной зоны, то его база открыта для атаки, даже если его база находится в безопасной зоне. Значит, игроки в безопасной зоне ставят свою будку, ставят возле нее арту и, соответственно, начинают фармить на халяву ресурсы. Тут у меня вопрос для атакующей стороны. Вы поджали вплотную альянс в сейв-зону и недовольны, что они из сейв-зоны как-то там огрызаются? Ну, извините, имейте совесть. Я был на альянсе, который и поджимал, и который поджимает. Вот, поэтому я думаю, что наличие сейв-зоны, это как минимум возможность передышки для защитного альянса. Если, конечно, они не спрячутся в свою норку и не будут там сесть до конца события. Ничего они там менять не собираются. Игроки тоже нуждаются в защите. Ну, собственно, как я и сказал. Как насчет офицера гаубицы со способностью щита, которая защищает от бомбардировщиков? Ребята, для того, чтобы защищать гаубицу от бомбардировщиков, качайте истребители. Или пусть ваш альянс качает истребители и в дискорде потом координирует защиту ваших гаубиц в поле. Потому что, ну, извините, офицер, который дает щит на гаубицу на самый дамажущий юнит, вы хотите щит? Ну, это самое глупое предложение. Добавьте офицеров пехоты, блядь. Офицеров пехоты. Так вот, как упоминалось ранее, противотанковое оружие получит способность зенитную переработку в обновленной версии 8.0. А также планируется выпустить новых офицеров ПТУР. То есть, соответственно, у нас появятся офицеры на эту противотанковую пушку. То есть, с выходом обновления 8.0 у нас, скорее всего, у флака появится возможность валить воздух. И, соответственно, на него выйдет какой-то офицер. Что тоже очень хорошо. Пусть все три лагеря будут открыты, вооружены по четвергам. Вот это, кстати, офигенно классное предложение. Четверг у нас юрисдикция на купоны. И пробить там по третьим городам, искать, а где там американцы или где там советы. Тоже такое себе удовольствие. И вот мы рассмотрим возможность реализации этого предложения. Это, кстати, очень хорошее предложение. Надеюсь, они его реализуют. Как и то, что с одной кнопки можно будет делать сразу все миссии офицеров. Так, пожалуйста, увеличьте объем шахт, ферм и нефтяных месторождений. Как минимум в третьих четыре раза, по сравнению с их существующим объемом. Кстати, вот это вот я только что говорил, буквально минут пять назад. На тему того, что фермы в третьих городах очень маленькие. И вот они реализуют это в будущем обновлении. В каком из не уточнено, но я думаю, что до конца осени в любом случае они это сделают. Потому что об этом пишут в закрытых модернских чатах. Добавьте в игру Красного Барона. Красного Барона в качестве летчика-истребителя Авангарда. Вообще не знаю, кто такой Красный Барон. Возможно, это какой-то колоритный персонаж где-то там. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. В общем, возможно, добавить какого-то Красного Барона. Разрешите регулировку громкости голоса за кадром. Слышание одной и той же болтовни НПС снова и снова отвлекает и нежелательно для многих. Кстати, да, вот то, что они там постоянно ля-ля-та-па-ля. И это действительно заколебывает слушать. А это стоит на скрипте и на постоянке. И там, если у вас самолет вызван, и там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот эта вот херня, конечно, раздражает. Возможно ли реализовать это? Бегунок на громкость голоса этого чувака, блин, ну, это в смысле возможно ли это? Это нужно реализовать. Создайте функцию, которая позволяла бы людям разделять различные типы чертежей, юнитов и лагерей при преобразовании чертежей. С чертежами сейчас полный бардак. Их невозможно ни отсортировать, ни реализовать никак. Нет там вкладка пехота и хоп, у вас есть чертежи на пехоту. Нет там вкладки самолет, у вас есть чертежи на самолет. То есть, когда они у вас закрытые, да, там еще все более-менее понятно. Но когда они открыты, там уже начинается бардак. Я надеюсь, что они это в будущем оптимизируют. Базовый баф защиты. Мы рекомендуем улучшить ваших офицеров, которые обеспечат возможность защиты базы. В будущем также будут обновления, которые улучшат ваши стены. То есть, они еще лучше будут улучшать эти стены. Масломасляное, конечно, я все прекрасно понимаю. Но, тем не менее, какие-то стены опять будут улучшаться. Вот игроки опять хотят играть от будок. Не хотят больше полевых сражений, не хотят больше войны в поле. И хотят воевать вот своими будками. Чтобы ты своей 200 лямной будкой мог выдержать 15 волн отрядов вражеских и набить 15 тысяч фрагов. К сожалению, такие рекомендации, они очень сильно влияют на китов. И чем жирнее кит, тем сложнее его убить. Уж лучше пусть мы все будем слабенькие, в том числе и киты, чем все будут сильненькие. Но наши 200 лямные будки все равно будут лопаться. Поэтому меня лично устраивает текущий баланс сил войны в поле. Автоматическое развертывание офицеров. Но об этом говорят каждое событие. Соответственно, мы работаем над планами, которые позволят игрокам размещать офицеров одним нажатием кнопки. Наконец-то. И сбор, надеюсь, это тоже будет соблюдать. Больше уровней модификации юнитов компонентов. Текущие уровни останавливаются на уровне 7.0 звезд. Эта функция не обновилась в течение двух лет. Больше уровней модификации юнитов компонентов. Вопрос, наверное, с подвохом. Чисто проверить, как там это люди отреагируют. Потому что для донатеров на текущем уровне у них уже все вложено. Сейчас уже там у некоторых по 5 юнитов. 9.2 плюс воздух. Они уже докачивают технологии. Юниты встают. И мне интересно, как разработчики будут их теперь увеличивать. С учетом того, что у недонатных игроков 1 юнит 9.2, 2 юнит 9.0. То у донатных уже 5 юнитов 9.2. И как они, соответственно, что они теперь добавят такого, чтобы эти донатные игроки были еще сильнее. Ну вот, добавят какие-то новые модификации, возможно. Исправлены проблемы с застреванием легких танков при бомбежке. Значит, привлечет ли легкий танк бомбардировщик, идущий в атаку, зависит от текущего статуса легкого танка. Если легкий танк настроен на автовоздух, это речь идет о юните несовременном. Потому что современный юнит, соответственно, у нас имеет сразу возможность автоматически стрелять по воздуху и по наземке. И в текущей ситуации есть баг, когда все еще старые юниты до современки. И, соответственно, легкий танк тупит при смене стрельбы. После обновления современной юниты многое осталось без обновлений. Многие люди хотят видеть обновления или продолжение таких вещей, как Уровни компании, магазины компании, чертежи более высокого уровня или улучшенные компоненты. Уровни награды в войск ворона и бункера выше 50-го и 13-го уровня. Модификация снаряжения отрядов. Уровень выше 7-й звезды. Уровни частей юнитов выше золота плюс-плюс. Уровни юнитов выше 200. Многие из этих повседневных механизмов остались нетронутыми уже больше года. Некоторым более двух лет. Вот про это я и говорил. Только они хотят, чтобы улучшались и модификации. Вот у нас там на 7.0 осталось, где мы шестеренки тратим. И то их тяжело достать. Я уж молчу про воздух. Если там добавят еще какие-то уровни, там 8.0, 9.0, то это будет, конечно, фиаско, братан. В настоящее время мы сосредоточены на переработке процесса обновления чертежей современных юнитов. Мы пока не будем касаться системы деталей. Мы считаем, что режим кампаний это ранний игровой ПВЕ-контент. Позже мы выпустим ПВЕ-контент с соответствующими наградами для опытных игроков. Вот это вот мы выпустим и выпустим. Нам обещали ПВЕ-контент в апреле. И эти суки так и не выпустили его. Очень сложно, почти невозможно нацелить бомбардировщика на вертолет. Вот, кстати, это да, когда вертолет перелетает через горы, он не может отправить, бомбардировщик не может вылететь. Это было так. И, соответственно, 8.0 нам это исправят. Это здорово. Вот такие у нас получили с вами ответы разработчиков, мои мысли по этому поводу, информация про РУ-сервер и, соответственно, зал Перси. Ролик получился достаточно большой. Но я надеюсь, вы его досмотрели прямо досюда. С вами была Готик, с вами был Сократ. До новых встреч, господа.